Недалек тот веселый день, когда люди в неприметных пиджачках будут забирать по ночам вас и ваших родных. Просто потому, что сегодня вам нет до этого никакого дела. Один к пяти тысячам. Пять тысяч человек на каждого офицера. И ты знаешь, как при этом мы поддерживаем порядок. Они верят, что мы гораздо сильнее их. Более того, мы твердо верим, что ребята при погонах всегда поступают правильно. На сегодняшний день у оправдательных проговоров 0,03%. Ведь прокуроры и судьи это лучшее, что есть в нашей стране. Беги тебе голову выкрижать, придурок. Не то, что недовольная скотобаза без корочек, домов на Рублевке и полномочий. А тех, кто думает иначе в Магадан, патриотично осваивать дальневосточные гектары. И в этом видео мы поговорим про дело бывшего главы Серпуховского района. Шикарное во всех отношениях дело. Верх соблюдения буквы и духа закона. Вопиющий пример задержания отпетого злодея и его хитрых подельников. Ну то есть на что существует в семье совершенно непонятно. Суды принимают решения даже в отношении имущества третьих лиц. Даже в отношении единственного жилья, по крайней мере, то, что я вижу по документам и то, что знаю. Но главное, какие замечательные товарищи паковали шестуна. Ну взять хотя бы абсолютно неподкупное управление К. Шокирующие подробности громкого задержания сотрудников ФСБ. В распоряжении РЕН-ТВ эксклюзивные кадры обыска у бывшего начальника отдела управления К Кирилла Черкалина. В квартире оперативники обнаружили рекордную сумму 12 миллиардов рублей. А когда люди, у которых нашли 12 ердов, кого-то в чем-то обвиняют, им просто нельзя не верить. Да и тяжело вообразить, что есть у начальника управления К генерала Ткачева, коли у его подчиненного есть две тонны бабла. Баз с коррупцией в России приобретает размеры, вселяющие нам надежду на светлое будущее. Борьбой с коррупцией нету никакой. Вообще ее не существует, понятно? Ее не существует. Решается проблема. Суд умирает. Это все решается. Здесь ты спокойно сидишь. Спокойно к сентябрю уходишь в отстаночку. После таких новостей в голову приходит другая фраза другого генерала ФСБ, который говорил, что главное в ходе следственных действий не выйти на самих себя. Вот сейчас про Шестуна там в газетах, в интернете пишут, что его родные передавали 27 килограммов соседям по камере, да, и типа вот Шестун не голодает, он типа всех обманывает. Но это нормальная практика, когда кто-то из родных, близких, кто может себе позволить, в камеру передает продукты, ну, на другие фамилии. Это нормальное явление. Никто и не говорит, что Шестун белый и пушистый. Напомню, что бывший глава района – это лютый враг народа. Ведь он не построил ни одного десантируемого храма, который можно было бы, например, разместить неподалеку от полигона Лесная, который правительство области заботливо наполняют воняющими на весь город столичными отходами. Ну, дело в том, что Лесная, конечно, это стало основной причиной ареста, потому что Шестуну напрямую запрещали согласовывать митинги, вести борьбу, а он же, напомню, свои машины перекрывал даже вот дороги мусоровозом. Так что это стало напрямую причиной. И мы, к сожалению, проиграли суд первой станции, потому что что делать? Заказ такой. Ну и правильно, ведь Шестун не облизывал тех, кто сверху, что уже тянет лет так на пять строгого режима. Ну и как тут не припомнить лучшего замкадыша всех времен и народов Андрея Аглы Воробьева? Я считаю одним из главных принципов своих работы – это открытую и чуткую власть. Ну, если мне Воробьев сюда в маски-шоу присылать, если он выходит в суд с изъятием земли под моим домом, говорит, напиши заявление, или мы твоих детей и жену, четверо несовершеннолетние, выкинем на улицу. Как мне относиться после этого к Воробьеву? Как вообще он может называться хотя бы мужчиной? Ну, надо сказать, что конфликт с Воробьевым был уже задолго до событий со свалкой. Я считаю, что начался он с того, что Воробьев занял какую-то неконструктивную линию. Он пришел зарабатывать во власть. У нас свободы слова, все нормально, проходите. А вообще, лично я знаком с Шестуном лет, наверное, 8 и сам живу в Серпуховском районе. В районе которого, к сожалению, больше нет. Причем во многом по причине того, что опальный глава был арестован, как очень неудобный человек. Все от того, что Андрею Юрьевичу не нравится Александр Вячеславович, это же ненормально. И все это накануне выборов. Наиболее любопытное в деле Шестуна заключается в том, что тут мы можем практически полностью увидеть всю цепочку происходящего. Сначала на почве мусорного полигона и ликвидации района у главы возникают терки с губернатором. Как мы знаем, с лучшим губернатором в мире. И я далек от мысли, что Андрей Аглы Воробьев обратился за помощью к Сергею Бинкожугедовичу Шойгу. Шойгу ушел и передал по наследству Андрею Воробьеву управление Московской областью. Мало того, он ему еще и дал для поддержки штанов своего родственника прокурора Захарова. Ну, то есть Кадыров со своими темпами отдыхает. То есть получается, что Захаров женат на дочери Шойгу, и он прокурор Московской области. То есть он вхож в семью Воробьевых, Шойгу. Брат-брату, брат-брат, и невероятным образом на Шестуна тут же наезжает прокуратура, ГБ и все, кому не лень. Позже его приглашают на теплую беседу в администрацию Путина. И там предлагают написать заявление об уходе. Типа, пиши, дорогой, и поедешь в областную думу. Либо же нарисуем тебе такое количество заказных уголовных дел на ровном месте, что хрен когда вывезешь. То есть никого из больших решал не волновало, есть ли за главой какие-либо незаконные темы. Ведь, как мы опять же знаем, ворам нет места в думе. Тебя просто катком переедут, но тебя все равно подтянут, ты будешь сидеть, пока тебя будут держать, ну пойми. Ну и каток поехал, как обещали. Плюс он знал за два месяца до ареста, что выдана Серпуховским судом санкция на обыск его дома. И он был также оповещен, что при обыске будет арест. Он вот говорил, я не хочу сбежать, как Керенский в женском платье. Была у него возможность уехать? Была. Но почему же он тогда не уехал? Да потому что отечественная тюрьма это лучше, чем домик в Альпах. То есть там задача, чтобы человек сошел с ума. Причем максимально короткий срок. Я, например, хорошо понимаю, что даже за это видео могу легко уехать в том же направлении, в котором уехал Шестун. Они сейчас доминируют, в том числе и во внутренней политике. Сейчас у нас не политические партии, даже не единая Россия. Во внутренней политике главное это ФСБ, так сказать. А дальше уже все берут под козырек. Нельзя не отметить идеальное пиар-сопровождение благих дел прокуратуры по телеку. Например, Пиманов, который заходит на федеральных каналах, не хуже Дианы Шурыгиной, Соловьева и Киселева. Прям человек и закон в одном флаконе. Земли в 20 деревнях и двух поселках. Интересно, мечтал для крепостных. Шестуну из всего этого списка принадлежит дом, земельный участок и автомобиль Мерседес. Вот это факты, да? Факты основаны на документах. И все документы есть в прокуратуре. Неужели так сложно открыть интернет и почитать, откуда у главы района дом и когда он появился? Более того, прокуратура видела эту декларацию, да? На основании которой он построил дом, будучи предпринимателем еще. И почему вдруг этот дом отбирают? Непонятно. Хотя откуда в попе алмазы Пиманов человек творческий, что видно по лучшему фильму в истории кинематографа «Крым». Крым. 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 Че здесь делаешь? Кино снимаю. Че за фильм? Про древнюю Украину. В Крыму. Замечу, что после такого кино даже самые упоротые патриоты засомневались во внешней политике нашего чуда-руководства. Как же свезло, что кто-то смог так удачно и скрытно подснять разговор режиссера, где последний говорит именно про скандал. И пускай на видео Пиманов разговаривает по приложению Ютьюба. Наверняка Пиманов или Пиманов не только талантливый режиссер, но и замечательный человек. Вот только непонятно, зачем это так тщательно скрывать. Пиманов, он свой человек и закон, да? Он даже начал сюжет о Шестуне с каких слов, что вот в 2009 году Шестун обозвал нашу передачу, что она лживая. А вот теперь он оказался в тюрьме. Ну, наконец-то. Ну, вот, понимаете? Пиманов рулит телеканалом «Звезда». Телеканал «Звезда» – это сливной бачок Министерства обороны. Считайте это оценочным суждением. Ну и как в этих условиях не верить человек и закону в цепочке Воробьев-Шойгу, Шойгу-Пиманов? Любой из якобы фактов, приведенных журналистами человек и закона, не выдерживает ни малейшей критики. И об этом написано без меня более чем достаточно. Но даже такой дурак, как я, придумал бы телегу гораздо внушительней. Не знаю, как у вас, дорогие друзья, а у меня сложилось острое ощущение, что в этой истории все гладко, все по закону. Ну, закрыли какого-то дядьку, да и черт бы с ним. Но на всякий случай я выпущу продолжение. После декабрьского обращения нашей семьи к вам, меня и детей лишили свиданий с Александром. Провели 20-часовой обыск, устроили травлю семьи и шестуна по федеральным телеканалам. И дали понять, что если я еще раз обубликую обращение к президенту, то следствие лишит меня материнских прав через опеку. Более того, при обыске сказали, что это и есть ответ на наше обращение. Даже бандиты считали зазорным давить на человека через его семью и детей. Но бандитов, как мы знаем, больше нет. Ведь они получили звания и должности. Они ходят в неприметных пиджачках и знают, как вам жить. В любом случае, как только человек начинает высказывать какие-то альтернативные, несоответствующие мнения линии партии и правительства, он садится. Наверное, вы думаете, что каток по вам никогда не поедет. Но когда поедет, будет уже поздно. Добавлю, в общем, свое необъективное мнение, как человека, который всегда с уважением относился к Александру Вячеславовичу. Возможно, Шестун в чем-то и виноват, но уж точно не в том, в чем его обвиняют. А всем зрителям я предлагаю и дальше помалкивать. Когда забирают кого-то другого, это не так страшно. А мысль, что просто так никого не закрывают, это хорошая мысль, удобная мысль. Так победим. Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»